Глядя на то, как уверенно эти спортсмены отрабатывают приемы дзюдо, не сразу можно понять, что с ними что-то не так. И только приглядевшись, понимаешь, они плохо видят. На татами каждый инвалид по зрению. По словам тренера, поблажек он им не дает, а вот методика тренировок несколько отличается. С незрячими спортсменами они отрабатывают специфические упражнения, учатся начинать борьбу с захвата соперника. Так незрячему проще ориентироваться во время схватки. Правда, не придумали еще, как научить спортсмена бороться с невидимым для него противником. К этому каждый приходит сам. Я даже не могу это объяснить. Это чувство. Люди очень много лет к этому идут, чтобы почувствовать соперника, куда он перемещается. Потому что тот, который видит хоть немножко, он всегда видит, куда шагает соперник, как он перемещается, какой захват пытается взять для тотально слепого. Но он должен только почувствовать перемещение, куда шагает соперник, то есть вывести его за равновесие, повести его за собой. Слабовидящие и тотально слепые дзюдоисты тренируются и выступают на соревнованиях вместе. Те, кто хоть немного видит, помогают тем, кто не видит совсем, ориентироваться в пространстве. Но это только на тренировке. А вот на соревнованиях уже каждый сам за себя. Не мудрено, что слабовидящий на татаме имеет существенное преимущество. Именно поэтому, в один голос утверждают спортсмены и тренеры, тотально слепых в сборной почти не осталось. Олег Критсул – один из трех тотально слепых дзюдоистов в Паралимпийской сборной России. Мужчина уверен, его сила на татаме в памяти. Дзюдо Олег начал заниматься, еще будучи здоровым человеком. 18 лет назад страшная автомобильная авария унесла жизнь его молодой жены, а спортсмена лишила зрения. Однако Олег нашел в себе силы вернуться в спорт и, более того, стал чемпионом Паралимпийских игр под дзюдо в Пекине. Мужчина признается, самое приятное для него – возможность взять верх над теми, кто в отличие от него хоть немного видит. Это мне приятно, потому что, когда я у них выиграю мир, Европу или Паралимпийские игры, то мне приятно, что я у них выиграю. Я выиграю, которые, как я, не видят. Потому что уже в моем весе, наверное, я один остался, который не видят. То есть все ваши соперники имеют преимущество? Конечно, слабовидящие. Все они видят, все они смотрят телевизор, все в порядке у них. Но мне приятно, что выиграешь у нормальных людей. Для Паралимпийской сборной под дзюдо Сочи – излюбленное место для тренировок. Ведь на базе Центра Югспорт для них созданы все условия. Кроме того, местный климат, говорят спортсмены, похож на португальский. А это значит, что перед чемпионатом Европы они в Сочи заранее пройдут акклиматизацию. Для спортсменов этот чемпионат – последняя возможность получить путевку на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.